Добрый вечер, дорогие друзья! Для чего живет человек? В чем смысл и суть существования всего мироздания? Конечно же, не в накоплении и не в приумножении, не в размножении материальных ценностей, материальных объектов. Конечно же, в духовном развитии личности, в отдельности всего человечества в целом. Но осуществить наш эволюционный путь мы не сможем без людей, которые являются априори избранными для любого человека, для любого этапа существования человечества. Это духовные проводники, это проповедники, это наставники, гуру, учителя. Сегодня нам с вами необычайно повезло. Гость нашей передачи «Избранный» – это настоящий учитель, человек необычайных талантов, необычайной эрудиции и огромных знаний – Александр Геннадьевич Хакимов. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Огромная честь для нас и удача, я считаю, благословение для нашей передачи, ваш визит к нам. Вы недавно приехали в Алмату? В Алматы я родился, недалеко от Алматы. Мы сюда часто пережили с родителями навещать родину. Теперь здесь частый гость, даже получил вид на жительство. Не хотите переехать сюда снова? Ну вот путешествую пока, пока такой образ жизни у меня. Вы постоянно путешествуете? Постоянно. С целью? С целью общения, проповеди, распространения элитических знаний. Такова цель. И везде собираете большие аудитории? Ну, по-разному. Бывают большие очень аудитории, бывают камерные аудитории. Но интерес есть везде? Интерес увеличивается повсюду. Скажите, в каких странах вас больше всего любят? Ну, в России сейчас, в Казахстане интенсивнее всего распространяется, в Индии это, конечно, как лесной пожар. Вот Индия и Россия выделяются во всем мире, Европа также. Русскоязычная аудитория тоже активна очень там. Где еще? Ну, Северная Европа тоже, Финляндия, Швеция, Прибалтика. Ну, вся Россия. Но вы ненадолго, да, приезжаете сюда? Где-то я месяц могу отдохнуть здесь, полтора и снова в дорогу. То есть вы сюда приезжаете отдыхать, восстанавливать ресурсы? Ну, чтобы не двигаться. Отдых, я думаю, когда нет перемещения, это отдых для меня. Ну, а так продолжается тоже общение, какие-то лекции. Александр Геннадьевич, вот очень интересно мне задать вам сразу, наверное, такой масштабный вопрос. А вот мир – это, конечно, структура, система образования. Необычайно интересная, необычайно сложная, прекрасная действительно. Но мне кажется, что, может быть, я ошибаюсь, мир может спокойно существовать без человека. Если убрать человека, то природа ничего не потеряет, все будет развиваться и дальше. Вот со стороны знания, зачем нужен человек этому миру? Человек – это часть природы, как бы ее продукт. Хотя человек так не думает в основном, он думает, что он независим от природы. И его, как бы, роль – господствовать над природой, подчинить ее, изучить и использовать по своему желанию. Тогда он вступает в конфликт с природой. То есть человек – это единственное существо, которое может обманывать, потому что есть свобода выбора. И вот нам нужно просто осознать, для чего нужна эта свобода выбора. С какой целью нас наделила природа вот этим избыточным разумом, который спрашивает, кто я, откуда, зачем. Это избыточный разум, как бы, вот, свободный разум. У животных нет вот этого свобода. Они такие же, как и мы, просто у них нет свободного разума. Их разум поглощен вот такими вот едой, сном, совокуплением обороны. И больше этого он не может ничего осмыслить, не дано. Человека превыше еще дано, и вот у него вопросы появляются. Это то самое удивительное в природе человека, что он не знает ответов, а вопросы может задать. Вот это вот самое удивительное. А способен ли он эти ответы получить? Скорее, тут правильнее будет сказать принять. Вот есть люди, которые могут принять, есть люди, которые не могут принять, но ответы есть. Потому что ответы эти, они не понимаются теоретически, их нужно понять на практике. Например, я могу сказать, что вот этот напиток кислый, ему можно спорить по этому поводу сколько угодно, пока не попробуем. Также вот знания духовные, они передаются на пробу, не на спор, не на обсуждение. А то есть уже пройденный этап для кого-то, и он просто говорит, что нужно делать, чтобы достичь определенного результата. И мы просто принимаем эти знания. То есть здесь вопрос принятия авторитета именно. Если авторитет чист, то люди принимают с удовольствием. Если авторитет не чист, не доверяют, сомневаются и в конце концов вообще забывают. Но современные люди, знаете, вот я наблюдаю вокруг себя очень много таких людей, которые стремятся очернить любой авторитет. И даже бравируют тем, заявляя, что для меня авторитетов не существует. Вот может быть это что, экстремальная форма гордыни или невежества? И почему, как вы сказали, есть люди, которые не могут принять знания? Вы правы, как вы сказали. Гордыня и невежество – это синонимы. Собственно, это одно и то же. Гордыня – проявление невежества. Невежество – это моя определенная позиция. Как она проявляется? В том, что я думаю, что я выше всех. У меня нет авторитет. Я сам себе авторитет. Это скептицизм, то есть он просто другой путь развития. Он, конечно, наполнен проблемами большими, и лучше бы как бы по-другому. Но он идет путем проб и ошибок, экспериментов с массами людей и так далее. В этом как бы его недостаток. Что они тоже постепенно могут нащупать какой-то путь, но бывает, что уже к этому времени цивилизация может разрушиться. Путь сомневающихся людей, которые хотят все понять экспериментально, эмпирическим путем. То есть можно осознанно и добровольно, самостоятельно сойти с этого пути сомневающегося человека? Конечно же. Или это вопрос кармы, судьбы уже неизбежно? Или есть самый эзотетический момент сейчас вы затронули. Потому что, как говорится, если ученик готов, учитель приходит сам. Почему? Мироустройство тонкое сейчас неизучено, неизвестно толком. Вот грубое, до какой-то степени мы изучили таблицы Менделеева, физические законы, а тонкое устройство человека мира неизвестно, потому что именно оно управляет человеком. Его невозможно подчинить. И в этом умонастроении, что я хочу завладеть, я не смогу добиться никакого результата познания. То есть эта сила превосходит меня в разуме, природа, допустим, космос. Я очень слишком маленький и мизерный, чтобы сделать какие-то здесь выводы и какие-то, скажем, планы строить вообще. Мир живет не по моим законам. Как познать эти законы? Вот. И суть, тогда мы прибегаем к ведам. Почему изучаю веды? Веды что означает? Превосходящее знание. Для этого необходима одна вещь. Я должен признать себя несовершенным. Это первая ступень развития человека. Мы должны признать, что наши чувства несовершенны, ум несовершенен, наши характеры несовершенны и прочее. Наша жизнь коротка, опыт очень маленький. Мы должны признать свое несовершенство. И тогда мы готовы принять какое-то совершенное знание. То есть обратиться к тому, что выше. Признать, что есть высшие силы и высшие энергии. Хорошо. Вот этап. Я, допустим, принял свое несовершенство. Я понимаю, что вот в этом, в этом, в этом я несовершенен. мне нужно получить совершенное знание, как вы говорите, да? Через что я должен его получить? Вот через религию, через какую религию. Выбора у нас много сейчас. То есть если человек, который абсолютно во всем невежественен, открывает интернет, и все пути, и все разные, куда идти? Я говорю, идите к Богу. То есть к своей совести, Бог в сердце. То есть это то, что написано в Ведах. Там не говорится о конфессиях. Религия описывается там, как чистота милосердия, аскетизм и правдивость. Вот туда идите. Вот в эту сторону. И найдете. Найдете в своем сердце все необходимое. Вот давайте найдем эту точку отчета. Когда я пойму, что вот со мной говорит совесть? Когда вот, допустим, я понял, что я несовершенен. Я понял в этом, в этом, в этом. Когда все тук, и теперь я понимаю, что пошла информация. Какое это состояние? Она всегда говорит. Но что? В чем как бы сложность? У каждого человека есть совесть, да? Но совесть, она как бы ведет себя относительно позиции самой личности по-разному с каждым с каждым человеком. Например, вору она говорит, не воруй у бедного, имей совесть, воруй у богатого. Тоже совесть. Но воруй, тем не менее. Если он вор, она позволяет ему, да, делать свой выбор. У нас же есть свобода выбора. Но совесть какая-то остается. То есть полностью бессовестных людей нет. Антон Бойзин в начале прошлого века сделал открытие, психолог. Из пятиста подопытных он сделал заключение, что все психические заболевания, психофрении, потом стрессовые ситуации, обидчивость глубокая, суицидальное настроение, все что угодно. Мания величия, различные фобии. Имеют одну причину, он доказал это. Конфликт с собственной совестью. В одном из интервью мы сказали, вот когда в прошлые времена карма была чище у людей, давайте точнее, в какие времена, почему чище тогда, а сейчас нет, что изменилось? Да, вообще, если даже мы посмотрим более глобально всю ситуацию, очень интересно, почему необходимо развитие по спирали. То калиюга, то век золотой, как вот процветание. Почему так? Тут сразу несколько вопросов прозвучало у нас. Вот сначала по поводу кармы. Карма означает деятельность. Сейчас мы говорим, это тоже работа какая-то. Камеры работают и так далее. Все это в карме находится, в деятельности. И карма имеет свои последствия. Что посеешь, что пожнешь. Любой постуками имеет какую-то реакцию ответную. Да, вот как разговариваем и чувствуем, что хотим так ответить. То есть карма работает через эмоции, через наши желания. Она связана с этим. И мы взаимодействуем таким образом. И карма предназначена для ягьи, говорится в ведах. То есть для жертвы. То есть для исполнения долга. Вот как мать, скажем, исполняет долг по отношению к детям. Вот нравится, не нравится, ответственность пожизненная, да, и днем и ночью. Она выполняет, это вот карма для долга. И тогда это хорошая карма. Когда для долга. Как в прошлое столетия, вот еще русский офицер. Или капитан корабля. Если корабль тонет, капитан тонет с ним. Это долг. Долг. Вот люди долга. Мы говорим, герои. Возвышается личность. Эти кармы его возвышают. Его поступки возвышают. Или герой идет на абразуру. Жертву совершает. Или Иисус совершает жертву. Его распинают. Вот это все возвышается. Видите, люди впечатляются, вдохновляются. Потому что человек действует ради блага других. Он исполняет долг по отношению к другим людям. Вот это значит, карма возвышенная, чистая. Эти люди поднимаются в этой жизни и в следующей, говорится. Это путь вверх. Потому что земной уровень не последний. Там еще есть высшие уровни. И не самый низкий, еще ниже уровни. Поэтому с этого уровня можно выбрать любой пути наверх и здесь остаться и вниз упасть. И в Гите говорится, что если человек умирает в невежестве, в гуне невежества, развил сознание животного, он рождается в низшей форме жизни в гадских мирах. Если умирает в гуне страсти, он рождается снова человеком, чтобы снова бороться здесь за правду. Если умирает в гуне благости, сад, он поднимается на другие, более высокие миры. То есть три направления гуны определяют, что мы выберем, какую гуну. Я великий, я реформатор или я слуга Бога. Кто я и выбираю себя, кем я буду в этом мире. От этого зависит результат в будущем. Так вот, насчет кармы. Почему тогда раньше было чище, сейчас не чище? Люди были ближе к Богу, как называется, богобоязненность была тогда вот. Если посмотреть те произведения Толстого, допустим, вот тех старых писателей, Достоевского тоже, как они обсуждали это, как они... Ну, люди богобоязненные, они были ближе к Богу, да, вот та культура. А в ведические времена они просто были ближе к Богу, они сознавали Бога. Я вот приведу сейчас к примеру, который сейчас очень простой пример, который написан в Багавадгите, но его сейчас трудно понять современному человеку, хотя он очевиден. Тело человека рождается маленьким, затем растет, меняется. Вы согласны, что меняется тело? Ученые говорят, меняется при помощи обмена веществ роста. Понятно. А что такое обмен веществ? Значит, что меняются клетки тела. Тело меняется. Понимаете, поток обмен веществ. Принимается пища, что-то выделяется, вода, воздух выдыхается, выдыхается. То есть обмен веществ. И тело меняется. Значит, через 7-11 лет это другое тело. Полностью. Химические, химические тела совершенно другое, состав другой. Другие элементы, новые элементы. Еще 11 лет. И в 70 лет я уже раз в 7 сменил тело. То есть это уже другое тело. Но я, который помнит себя во всех этих телах, одно и то же. Вот этот пример люди не понимают. Это что означает, что и после смерти тела я продолжаю существовать? Я был младенцем, это тело нет, но конца не наступило, я стал юношей. Я был юношей, это тело ушло, но конца не наступает для души. Нет рождения и смерти, говорится. Оно становится взрослым. В этом теле существует. Если оно независимо от тела в течение жизни, вывод такой, что и после смерти тело населится независимо. Почему же сейчас не видят? Может быть, это как-то свыше делается специально для развития человека? И то, и другое. То, что вы сказали, это также и высшее, как воля в этом есть, судьба судьбоносная. А зачем? Вот то, что вы упомянули, четыре юги, четыре эпохи циклируют. Саттия, золотой век, потом серебряный трета, два пара бронзовый и железный кальюга сейчас. Век калья, он самый короткий и самый, ну, безбожный, что ли. Духовность падает. Здесь век борьбы, лицемерия, обмана, говорится, вот то, что мы сейчас живем. Даже люди высокопоставленные обманывают. Там взятки берут, то есть, хотя это никак к этому классу нельзя приписать ведоми. Это несовместимо. В век калья это происходит. Маленького вора наказывают, большого вора не замечают. Это век калья. Взрослые дети не могут позаботиться о пристрелых родителей. Нет, интересно. Это калья юга. Мужчины и женщины. Брак ослабевает. Ответственность. Много разводов будет. Дети появляются многие, нежеланные, не такие, как мы хотим, и, может быть, даже случайно рожденные. Это все признаки деградации века калия. И он тоже предопределен, потому что есть живые существа, которые ждут этого времени. Вот интересный момент, что в век калии есть одна вещь, за которую цепляются все безбожники. Это войны, это разводы. Но есть одна вещь, которая их привлекает. Любые чувственные наслаждения доступны. Какие хочешь. За деньги только. Вот ради этого они принимают все эти неудобства. И войны, и все что угодно. То есть пять тысяч как начался. Значит, первые тысячелетия – это переходный период обычно. Признаки появляются, как болезнь. Не сразу наступает. Сейчас как бы начало еще считается. Потому что его целиком время 432 тысячи лет. Эпоха космическая. Мы в самом начале, но, 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 тут хороший момент есть. В каждую эпоху вкрапления бывают других юг. И сейчас, 500 лет назад, началось вкрапление сати юги. Мы сейчас находимся в развитии духовного. Видите, и пример того, что мы на ТВ обсуждаем такие темы. Раньше это было невозможно. Начинает развитие духовного, интерес духовный проявляться у людей, трансформируется сознание. Мы ждем благоприятное время. А вот как разобраться в жизни простому обывателю? Что это? Это подарок Бога? Обыватель не разберется сам в этом. Образование нужно. Ну, как вот ребенок, да? Он же не может сразу пойти, встать за операционный стол и кого-то прооперировать. Нужно образование ему. Как он это разберется? У него нет ничего. Он даже имя своего не знал, когда родился. Он в полном невежестве родился человек. Им нужно образование, обучение. Духовное образование. Кто я? Откуда? Каковы должны быть мои поступки? Какова цель этих поступков? Если цель моя возвышена, то поступки должны быть возвышены. А может быть, на низовом уровне человек может отслеживать фактор самооправдания? Если включается оправдание, почему я делаю, ну, там, пью, курю, например, или что-то еще, обманываю ближних, то это и есть самообман, то это и есть действие дьявола. Да. И отсюда, если человек на себя на этом ловит, тогда он может сказать, что я иду здесь не в сторону Бога, например. Если он, да, себя оправдывает, то есть как бы этот самообман, есть эта ловушка дьявола. Потому что, наверное, когда идешь к Богу, там не нужны какие-то оправдания. Там нужно признать свое несовершенство, как покаяние называется. Нужно признать, что да, я совершал все эти грехи. Факт. Я сожалею об этом. И тогда повинную голову меч не сечет, говорится. Бог прощает. Вот материальная правда карма не прощает. Вот что посеешь, что пожнешь. Вот в печь заслужил, в печь пойдешь. Мой духовный наставник Шри Пракаши Гуруджи, ну, он проповедует тоже индуизм, он говорил, что есть 60% кармы, которую мы не можем изменить в рождении, уже человек с этим рождается. Все встречи, наши с вами встречи, например, и так далее, и так далее. Даже самый маленький, как прохожий мимо по улице прошел. Это мы изменить не можем. Факторы рождения, смерти. А вот те отношения, которые мы можем развить между людьми, в этих встречах, в рамках этих встреч, 40% кармы – это наша свобода выбора. А вот ваше мнение со стороны знаний какая? Я с этим соглашусь. Хотя в процентах можно по-разному немножко определить, зависит уже от конкретного человека. То есть карма – это как коридор, ну, вот пространство, в котором мы свободны, но не больше, не позволяет. У кого-то коридор уже, у кого-то шире очень широкий коридор, хорошая карма, да, больше свободы. А кто-то вот в тюрьму попадает, вообще никакой, тоже карма. Но узкий коридор, только вперед и никуда. И только ешь то, что дают. Выбора нет. Вот. Поэтому как бы, но прорабда карма означает воплощенная карма уже. Это нельзя изменить. Скажем, вот я мужчина и родился. Это правда карма. Я не могу это изменить. Национальность моя такая. Вот в это время родился, я сейчас у меня такой возраст. Как это? Болезни врожденные, если есть какие-то, тоже со мной будут, и буду с ними жить как-то. Это карма уже, как-то, проявленная карма. И на фоне этого у меня всегда в сердце есть свобода выбора. Любая. Могу выбрать что угодно. И 40% превращаются, не знаю, в миллионы процентов, если я выбираю Бога. Потому что карму нельзя обойти, но можно подняться над ней. Вот это вот вертикальный путь к Богу, говорится. Есть ли с точки зрения знаний у человека ангелы-хранители, наставники, кураторы? Можно ли как-то с ними общаться? Или лучше не стоит? Что вы порекомендуете? Например, у меня может быть куратор, хороший человек, или священник, с которым я могу общаться, свою душу раскрывать. Но также есть и забутыльники. Да, и то, и другое есть. И, скажем, религия мне предоставляет, в хорошем смысле религии, предоставляет мне храм, покаяние, священника, там, обряды, которые меня как благочестие развивают какое-то, или веру в Бога поддерживают, допустим, для обычного человека. Это хорошо. Но я могу этим не воспользоваться. Вот я человек, я предназначен именно для познания абсолютной истины для себя. Но я могу не делать этого. Это мой выбор. Я могу просто с бутыльников найти, просто друзей какие-то. Ангелы-хранители есть, но я могу не перебегать к помощи. Извините, вот вы сказали про то, что есть образование у человека духовное, либо его нет. Какое должно быть образование? Где его получить? Самый важный, значит, период времени для обучения с 5 до 12 лет. Потом уже это не так. Там чисто вот практические вещи уже, потому что с 12 лет. К 12 годам в царской России дворянские дети знали уже 5 языков. Французский, итальянский, русский, английский и так далее. Они могли играть на музыкальных инструментах, изысканно танцевать, изысканно говорить речи, изысканно писать каллиграфически. То есть они были как бы уже сформированы как нечто красивое, гармоничное существо. К 12 годам как раз, с 5 до 12. Вот тут начинается. И в чем же суть образования? Научиться контролировать свои чувства и ум. То есть чувства тянут нас куда угодно. Вот скажите, просто отпустите их на волю и делайте то, что они хотят. И куда человек пойдет, куда в конце концов он придет? Поведут это по ложному полу, все. Другого пути нет. Так же животные живут. Они хотят чувственных наслаждений. В таком низменном духе поиск. Чувства действуют так. Вот эти органы чувств. Поэтому обучение, чтобы разум не опустился на уровень вот этих вот животных потребностей, не зафиксировался там, его возвышают путем контроля чувств и дают понятие, скажем, абсолютной истины, понятие души, понятие красоты. Особенно красота, она пробуждает все эти вот, пробуждает, можно почувствовать истину, когда она красивая, ощутить можно ее. Хорошо. А что такое искусство? Искусство. Это есть образование. Означает, что мы свои чувства занимаем, дисциплинируем. Так, это образование. Вот я хочу играть, а вот надо сидеть, учить, думать, понимать, логически выстраивать, чувство контролировать для образования. А искусство – это когда я чувства свои использую для вооружения любви уже. Вот две вещи должны быть. Образование, обучение наукам. И искусство параллельно вместе. То есть в школах, в детских садах, в институтах тоже. Боже, этого не хватает. Это все сухое обучение. Поэтому мальчики и девочки начнут играть, потому что там хочется живых каких-то отношений. Ну, наверное, это должно быть какое-то доброе искусство, а не нагромождение каких-то черепов, костей, что сейчас очень важно. И именно выражение духовности. Духовности, конечно же, да. Иначе это не искусство. Я занимался живописью. Однажды педагог поставил натюрморт, помню, в Петербурге это было. Он такой был серо-коричневого тона, и я там стал писать такой серый колорит. Он говорит, ну, хорошо, хорошо. Ты пишешь трагедию. Колорит у тебя такой мрачный, такой трагичный, глубокий. Но ты должен знать, что искусство, если ты даже выражаешь трагедию, должно быть праздником, возвышать душу. Я запомнил. Это искусство. А вот катарсис. Это же и современное искусство, особенно кино. Ну, арт-хаус, да? Искусство есть в разных гонах. Вот опять же в трех путях, направлениях. В невежестве, в страсти, в добродетели. В невежестве все выдается за искусство. Например, было такое искусство, когда люди били по клавишам или били бутылки на сцене несколько часов. Вот это невежество такое яркое. Или кричали, просто эмоции свои выражали. Думали, что это тоже искусство. Это невежество. Оно вне всяких законов. Вообще там нет красоты. Есть какая-то истерия, может быть. Само выразились, ребята. Да, выразили свои эмоции, так или иначе выплеснули. Приятно, неприятно, их не интересует. То в страсти это уже больше. Там требуется возбуждение организации. Допустим, какая-то идея должна быть. Какой-то сюжет, который сюжетом, чтобы напряжение держать, возбуждение ума. А в благости, например, мы с Лунгиным, когда с Павлом встретились в Москве, мы поговорили о его фильме «Остров». Там вот этот элемент благости, он глубоко трогает душу, вот прям берет за живое, да, вот эту духовность, пробуждает что-то, да, какую-то веру. Этот фильм сделал революцию духовную, в принципе, тогда в то время в России. Люди снова вот эту веру обрели. Многие люди. Это в благости. Хотя можно показать и еще больше благости, конечно же, там связано, конечно, с трагедией, да, вот с какими-то такими вот гунными тяжелыми. А можно показать светлую сторону благости. Вечную такую, знаете, вот торжественную. Ну, а ради этого мы живем, ради этого мы здесь жертву совершаем. Это героический путь, потрясающий сюжет могут быть. Ну, сейчас меньше читают. Плохо ли это? Почему? Есть люди, которые, в принципе, не умеют читать, им не рекомендовано читать. Есть YouTube, да, они посмотрят. Даже есть не рекомендовано. Или человек в невежестве не рекомендовано читать. Ну, почему? Удивительно, так, так. Я вот в одной школе был и спросил директора, дети читают книги? Говорит, читают. Мы их учим, заставляем. Но как, говорит, читают? Вот я их спросил, значение некоторых слов в этой книге. Не знаю. Для таких детей, для таких людей есть, которые не имеют понятия об этих вот значениях глубинных, да, слов, там, синонимов, этих вещей. Чтение не рекомендовано. Они должны слушать объяснение. На слух. Кто-то читает текст и объясняет, рассказывает. Они так понимают. Сами много значений не понимают просто. Нет склонности к этому изучению. То есть пустое времяпровождение с книгой. Да, потому что чтение – это труд самый, считается, глубокий вообще, что возможно для человека. Это подключается ум. Вот как раз контроль ума – это самая тяжелая задача. Он вообще неуправляемый, видите, вот ему сказать, стой, он не остановится. Он еще, не думайте о слоне, тут же слон появляется в уме, видите, и вот он, это ум, очень силен. Поэтому чтение – это способ подчинить ум. Когда вы читаете, и осмысливаете прочитанное, вот это начинается, глубокая медитация, это вход. И нужно читать, как бы, классику, где, ну, талантливые, чистые вещи, с выходом, как бы, на абсолютную истину. И ум через чтение достигает этого осознания. Он, прочитав книгу, может осознать эту реальность, если способен мыслить. Из всех людей, говорится, мыслящий лучше, чем немыслящий. Вот это чтение, вот это необходимо. То есть нужно приучать к чтению живому, потому что это сейчас какие-то обрывки, да, рекламы, там все быстренько нужно информацию получить. А вот именно вчитаться человеку сейчас труднее предоточиться. Осмысление. А если нет осмысления, мы так же в брак вступаем потом. Не осмысливая поверхность, а потом в жизни выясняется, что мы как-то не подходим друг другу, не знаем друг друга. Вот я слушаю ваши лекции, Олега Геннадьевича лекции, и очень часто повторяется такое разделение. Есть ум, есть разум, да, но они какое-то отношение имеют к душе. Какую часть сознания они берут, каждый на себя? Да, ум дается на отдельную жизнь, потом исчезает, или он уже априори присутствует в душе и нарабатывается как качество от воплощения к воплощению? Ум, разум и чувства, которые на органе. Это экспансия души. Это душа и не душа. Как вот солнечный луч, да, солнце и не солнце. Само солнце далеко, но это тоже солнце. Это как бы его проявление души. То есть душа присутствует, мы можем видеть, что это внимание, мы можем управлять вот душа, я могу находиться сейчас в зрении, что-то рассматривать внимательно, тогда я плохо слышу в это время, что внимание, душа здесь сейчас находится. или душа погружается в размышления, я уже не вижу, не слышу, меня нужно за плечо потрогать, чтобы я откликнулся, задумался человек, в ум. Вот душа может мигрировать как бы там, там, там. Если она находится в уме, она одно видит. Если в разуме другое видит в жизни, на уровне чувств третье видит в жизни. Вот как телевизор, мы рассмотрим и воля пропала наша, все, душа наша, все, пропала. Мы туда все ушли. Почему? Потому что не контролируем чувство ум. Душа не хозяйка, а рабыня стала. Вот что произошло. Поэтому воспитание, значит, уметь контролировать чувство, я, душа, я. Я себя контролирую, чувство контролирую, ум, разум, это мои инструменты. Скажите, пожалуйста, вот брак в идеале. Тоже хотела этот вопрос задать. Каков он? Схема такова. Брак предназначен для контроля чувств. Самое сильное чувство наслаждения – это противоположный пол. Брак ограничивает браком. Есть жена – все. Потому что мужчина сам отдельно от жены себя не может контролировать. А жена его может контролировать. Куда смотришь? На меня смотри. Все. Так же и женщина себя контролировать не сможет. Ей наобещают, там, угостят и так далее. И она поддается чувству. Муж может контролировать. То есть они соединяются в брак, чтобы контролировать друг друга в чистоте, верности, теломудре и жить. Это предназначение брака, да? Сохранить чистоту, опять же, контроль, чувство. Видите, так же. В школе – это образование, а в браке – а дальше это в брак контролируют уже. Мы друг друга контролируем, и дети контролируют нас. И при этом жизнь становится как бы трудной, потому что у нас мало общения. Мы замыкаемся вот в семье. Два-три человека, скажем, и вот теперь извлеки из этого счастье, если ты живешь долго. Медовый месяц – хорошо, а потом привычки, еще какие-то вещи, и нам труднее и труднее становится жить. Хочется разнообразия. Поэтому там схема такая. Муж ведущий, он служит Богу. Так он поддерживает энтузиазм, энергию и вдохновляет всю семью. Жена служит мужу, дети служат родителям. И так образуется династия. Без Бога кто кому служит? Неизвестно, кто кому будет служить. Все разваливается. То есть без этого понятия, даже если его нет для кого-то, кто-то атеистичный, но как понятие должно быть? Пускай это будет тогда верность Бог, так назовем, чистота Бог. Синонимы другие просто подберем. Это все от Бога идет. Если мы не верим в Бога, мы в чистоту будем верить, в природу будем верить, в здоровье будем верить, в счастье, в любовь, все равно будем верить. Это все равно оттуда любовь. Ее здесь нет. В материальной мере нет любви. Она приходит из другого измерения сюда. А если вот не состыковался брак, что делать? Терпеть? Ну, сейчас немножко эти законы изменились. Вот этих вот классических законов таких нет. Вообще-то, строго говоря, если женщина, у женщины только один шанс быть счастливой, но если так или иначе не состыковался, ну, тогда она второй раз будет замужем. Но это нормально? Ну, сейчас это нормально. А вообще? Ну, вообще один шанс быть счастливой. Нужно один шанс не потерять. А вот, Александр Геннадьевич, вот эти вот случаи, которые меня совершенно шокируют, они чаще всего происходят в Америке. Жил человек, жил, жил, как правило, мужчина, да, известной личности. До 50 лет дожил мужчина, и все. Потом раз, пол меняет. Это что? Умственная неполноценность или это уже присыщенность, потеря разума самого остаточного? Почему? Люди забыли о душе. Ну, вот это первое. Смысл жизни также не знают, забыли. Они говорят о равенстве все. Ошибка в том, что на материальном уровне мы не можем быть равны. Истинная равенство отсутствия зависти. И вот этот пример, который сейчас вы привели, это как раз зависть к противоположному полу. Так она проявляется. Правительство, иногда даже в отвержении, человек отказывается даже от своей мужской природы или женской природы, ненавидит ее, свою природу ненавидит. Меняет пол, допустим. Бросает вызов природе. Что такое, вот человек с разными способностями, почему невозможно равенство материальное? То есть кто-то работает больше, и поэтому больше получает. Или кому-то надо больше. Ага. Или опять-таки карма срабатывает здесь? Есть, как бы, разные классы людей описывают в Советах, и кому-то предписано быть богатыми, кому-то нет. Изначально? Изначально. То есть есть, да, эта градация? Первые, вторые номера? Есть, да. Способные, не способные? Разный разум. А за что люди получают богатство в текущей жизни? Они получают богатство, если у них есть запас благочестия и разум в этой жизни. И они его используют и получают богатство. Или, допустим, просто красивая внешность, там, в Голливуд, человек попадает и деньги сыпется, да? Просто у него фактура, карма такая. Родился таким человеком. Или богатая семья уже родился. Но обычно, чтобы стать богатым, нужен разум соответствующий, врожденный. Извините, но вы сказали, что каждый человек рожден для счастья. Да. Как птица для полета, да? Только у всех счастье разное. Да? Получается так. Счастье мы черпаем из своей природы, не из чужой. Вот я смотрю, кто-то, скажем, бизнесмен, это его природа. И он хороший, он миллионер, миллиардер. Я думаю, вот счастье, я должен стать таким же. Но это не мое счастье. Но это не моя природа, да. Я не буду счастлив, я даже испугаюсь, есть люди, простые люди, дай мне миллион, миллион долларов. Он спрячет, он испугается, он не знает, что делать. У него другой разум. Но он счастлив, когда у него есть хозяин хороший, который его занимает работой, заботится о нем, и он спокоен. Не нужно такую ответственность нести. А другой, наоборот, хочет банки там проворачивать, все это не боится, это его природа. А другой управляет государством, тоже он имеет разум соответствующий природный. Как лев. Кто его царем назначил? Природа? Все. Не надо документов, ничего другого. Но, чтобы люди были счастливы, нужен духовный коммунизм. Потому что бедный, богатый, это уже конфликт, видите, все равно. Классовая противоречия возникает. Тогда обязанность, вверяется, обязанность высшим классам, управляющим и бизнесменам заботиться о других людях. Это благотворительность, это образование. Они заботятся о них, как о собственных детях. Вот что, видите? Тхарма, обязанность опять же. Карма и обязанность. Вот он путь. Если я занимаю высокое положение, это моя обязанность заботиться о подчиненных. Вот в чем главное. Не просто богатеть до бесконечности и гордиться этим, эксплуатировать народ, а заботиться об этих людях. То есть мои деньги предназначены для всех, для Бога, говорится. Так же, если я обладаю знаниями, как ученый, это же для всех, это же зачем мне? Это для всех нужно. Я должен говорить всем ради пользы. Если деньги большие, тоже должен знать, как благо, чтобы все получили от этого. А если я власть имею большую, то же самое для блага всего общества. Но сейчас есть перекос. Богатые люди остаются богатыми, не делясь. Разве только налоги. Потому что не боятся Бога. Вот та же самая причина. А как вы относитесь, Александр Геннадьевич, к квантовой физике? Квантовые генетики, оказывается, выявили фантом ДНК. То есть они говорят о том, что ДНК – это для них душа человека, сознание. И они определили, что после выхода души из тела, ну, после смерти физического тела, существует фантом ДНК за пределами тела, и потом он куда-то уходит уже за пределы вот этих вот измерительных возможностей приборов. И профессор Горяев, известнейший, наверняка вы знаете, квантовый генетик России и всего мира, заявляет вот об этом. И я, слушая с упоением лекции ваших учеников, которые всегда о вас отзываются с большим огромным уважением, они говорят, что у вас самого есть тоже такие большие способности, экстрасенсорные, можно так их называть, может, не совсем корректно я скажу. И они, конечно же, утверждают о том, что эти способности должны развиваться с прогрессом духовного развития человека. И второй вопрос. Знаете, вот к нам с Антоном на передачу приходит много ясновидящих, целителей, шаманов тоже, да, вкупе с врачами, духовными лидерами и так далее. Все-таки и многие из них люди, которые, я бы не сказала, духовно развитые, да, но с мощным ясновидением или с какими-то способностями контактировать с душами ушедших людей. Вот зачем этим людям даются вот эти способности? Для выработки каких качеств? Способности могут быть одни и те же. Вопрос, откуда они пришли, вот в чем вопрос. Вот это главный вопрос. Когда Иисуса спросили, ты от чего имени исцеляешь вообще? От имени Бога или от имени другого? Это главный вопрос. Поэтому способности могут быть одинаковые, материальные. Но, конечно, есть различия. Допустим, если начать с ДНК. ДНК – это, ну, как бы, анализ кармы, просто более подробный. Можно увидеть карму в ДНК, допустим, как матрицу кармы. И по этой ДНК уже строится наше здоровье, наше тело, наш образ физический, как портной счет по размерам, да, вот эта матрица сохраняется после смерти в тонком виде. И потом вот труба матери, и там снова сшивается эта одежда, точно такая, которую я создал в прошлой жизни. Эту матрицу создал. Но ДНК формирует сам человек в течение жизни. ДНК формируется звуком, который мы слышим и который произносим. А звук формирует, структурует воду. Тело стоит из 90-70% или сколько? 90% жидкости, так? Мы произносим звуки, слышим звуки и поступаем. Это формирует ДНК, структуры различные. Отсюда нас склонны к болезням или что-то еще, к старению, другие вещи. Сейчас, когда мы уже много сделали в этом направлении, различных звуков уже разных воспроизвели, много уже поступков, как общество сделали, уже природа изменилась вокруг. Вот в чем проблема. Воздух стал другим, вода стала другая, растения, деревья стали другими, сорняк активный, культуру нужно выращивать слабо, видите, нужно усилия прилагать. Когда-то было наоборот, сорняк был слабый, культура была мощная, сами по себе. Человек не трудился так сильно. Сейчас мы своими поступками в современном мире не только свои ДНК, но уже мешали с ДНК растений, животных, клонирования. Мы продолжаем этот процесс, искусственный. Откуда эти знания пришли к нам? Вот в чем вопрос. Это знания. Вы посмотрите, в природе тоже все существует в здоровом виде. Неужели мы все это улучшаем? Из низших миров? От Бога-то все уже есть. Извините, из этого следует, что весь технический прогресс, это плохо? Нет, так нельзя сказать, потому что он сейчас необходим. Но он неестественный. Ну, конечно, неестественный. Искусственный, да. Ну, например, я не могу мне ходить, я Каспиль подставляю. Тоже вариант. А действительно ли вот вся эта техника, технические знания приходят из низших миров? Ну, конечно. Например, я теряю память, вот люди, да, плохо, я жесткий диск создаю. Протест. Для мозга. Для моего же, собственно говоря. И что же, какой дальше шаг? Я еще больше теряю память, потому что я ответственность перенесу. Я уже, да, доверяю ему больше. То есть не на духовное развитие сейчас ориентируется, а на вот эти костыли все возможные? Раньше люди общались на расстоянии, могли, а сейчас телефоны нужны. То есть мы достигаем тех же способностей, утраченных, только при помощи техники. А как общались на расстоянии? Ну, телефоны же ловят. Не понятно. Мы можем тоже ловить. То есть можно как-то подключиться? Ну, может, да, тоже можем ловить. Вы тоже чувствуете связь с близкими людьми иногда глубокую. В форме любовь. Любовь эту связь обеспечивает. Вы просто любите человека, вспоминаете его, образ перед вами, вы начинаете общаться с ним, понимаете друг друга на расстоянии. Говорится, на расстоянии любовь возрастает в сотни раз. В разлуке именно, потому что вы общаетесь на очень возвышенном уровне внутри себя. То есть способ общения такой. Как раньше письма писали, на Дальнем Востоке мы жили и сюда писали письмо. Неделя идет сюда, неделя обратно. Две недели ждем. Это нужно написать самое важное, красиво, понимаете, отправить, ждать потом, думать об этом. Это связь такая. Потом приходит ответ, вы радуетесь, письмо пришло, все танцуют. То есть жизнь была какая-то. Внутренняя жизнь. А сейчас болтаем на расстоянии, на большом, болтаем, болтаем, болтаем. Не фильтруем уже ничего. Ценности, видите, ценности ослабевают, тем не менее. Техника растет, а ценности ослабевают. Почему? Потому что я просто хозяин, значит, чувствую. Хозяин мира. Кнопку нажимаю, и все работает. Доходит до того, что я уже даже до пульта не могу дотянуться, говорит, ближе дай мне пульт. Вот в полтора метра от меня доходит до того, что я уже стал инфантильным. То есть наша гордыня множит технику, техника умножает гордыню. Замкнутый круг. Замкнутый круг. И опять-таки не могу не задать вам вопрос немножко из другой оперы. Вот так вот прыгаю сегодня, дорвавшись до Александра Геннадьевича вживую. Что делать, как выстраивать отношения, может быть, внутренние, вот такие вот, ну как правильно сделать духовными с людьми, которые тебя не любят, ненавидят, относятся неприязненно. Вот знаете, без всяких видимых причин, как говорится, да, сижу я, примус подчиняю, никого не трогаю. А он ненавидит. Да, и человек может с тобой никогда в жизни вживую не разговаривал, и ты о нем и слова плохого не сказал. И вот острая такая у человека неприязнь. Это может быть зависть или что-то еще, или ревность какая-то. Но как вот это, можно ли не обращать внимания или сгладить, снивелировать? Можно ли улучшить эти отношения? Если это завистник, нужно избегать. Потому что это как змея. Не поправило? Как змея. Если дать молока, яд только увеличится. То есть, чем больше мы хорошего делаем, тем еще злее будет человек. не выносит наше даже покровительство и вообще ничего не выносит. Но откуда это все? Например, в прошлой жизни человек убивает кого-то. Или его убивают. Представьте, вот этот убитый человек, насколько он зафиксирует образ убийцы в момент смерти. Согласны, да? С огромной силой. Это называется самскара. Все, она останется с ним в следующей жизни. Он забудет этого человека форму его. События тоже забудет. А отношения и психотип, то, что он чувствует, останется. Матрица останется. Поэтому в следующей жизни он его впервые вообще видит и уже не любит. И неизвестна какая причина. Неприятие. То есть, него где-то там под морщиком. Это пример убийства. Но не только убийства. Могут быть просто какие-то... Большая обида. Да, обида большая может быть. Мы узнаем так друг друга. А в кого-то можно влюбиться с первого взгляда. Не знаю. Тоже память, видите? Память отношений остается. Как благоприятнее всего уйти из тела? В старости, от болезни. Где-то я слышала, что даже вот убийство это благоприятно, потому что душа получает огромный заряд такой страданий. И вот эти страдания ее утончают. Она выносится на более высокий уровень бытия. может быть, а некоторые вот индуисты российские, я слышала несколько рекций, утверждают, что лучше умирать не в старости, что старость это зло, а вот именно в молодом возрасте. А если говорить об обычной старости, сегодняшней старости, она неблагоприятна. Она ограничена с маразмом, допустим, с разрушением, скажем, психики. Это плохое время, да, там, если невежественный человек умирает, плохой уход. Это сегодняшняя старость. Вообще она такая не должна быть. Если человек правильно питается в образ жизни, если он думает о Боге, он никогда не потеряет память в конце жизни, он будет мудрым, наоборот. Уходить из жизни нужно в любви к Богу. Вот с этим настроением. Любовь побеждает смерть, страх смерти. Нужно развить очень сильную любовь в течение жизни к Богу. Тогда уход обеспечен хороший. Что такое смерть вообще? Смерти же нет для души. Что мы переживаем в момент покидания тела? Остаемся ли мы в сознании? Вот для йога оставить тело, сменить тело, это как для нас пойти на рынок, допустим, для йога. Он не привязан к телу. Он знает, что он не тело. Он душа. Он может управлять, он может это тело использовать как инструмент, чтобы уйти туда, куда чакры идти, и все остальное занять. И он знает, куда идти, направит, как саттарил, полет стрелы, знает эту цель, нацелится, выпустит туда и уйдет туда. Тело сгорит у него в огне. Это йога. Смерть. Два вида смерти являются возвышенными. Остальные нет. Значит, первый вид смерти, когда человек погибает на поле битвы, за правое дело отдают жизнь. Это возвышает его сразу на высшей планете, сразу же, без всякой йоги. Этот героизм. И второй вид смерти в йогическом трансе, когда человек сознательно садится в позу лотоса и уходит куда-то. Тоже это не самоубийство, считается это возвышенно, это героические поступки. Остальные виды смерти просто карма. Как бы он не умер, он получает просто новое тело снова, 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 снова. Кто-то лучше, кто-то хуже, но эта машина перемалывается. Извините, вы несколько раз говорили про войну. Война это хорошо? Ну то есть, если я умер на войне, я умер героически, но война-то сама по себе даже плохо. Конечно. Кто виноват? И что делать, если все остальные героически умирают? В Пуране говорится, что никто войны не хочет и специально не создает, но они будут возникать. И дается пример пожара в лесу, который никто не поджигает. Я думал, что за пример? Как не поджигая, будет пожар. Но вот когда я был в Индии, жара в тени плюс 60. 55. У нас так поля горят иногда. Ну представьте, а на солнце что это такое? А бамбук вот этот на ветру, а ветер это топка, он трется, и он вспыхивает. Оказывается, вот такой пример дается, что это материальный мир такой. Как показывает статистика многих веков, грамотное население это 7-10%. Да, там до революции, но потом и та относительная грамотность. Остальные 90% люди невежественные. Что это? Это случайность. Это просто, ну, все могут, но просто кому-то далось, а кому-то не далось. Но из этих 90%, это так и должно быть, что 90% это невежественных людей. Да? Так, в природе, да, такие соотношения. Почему? Четыре класса существуют, это рабочий класс, вот люди в невежестве, которые говорили, их примерно около 90% как раз. Потом класс бизнесменов, торговцев, сословия, и где-то там 6% может быть, таких настоящих, сильных, вот сколько, на самых богатых людей тоже, Потом класс управляющих, это вот цари, министерства, там еще несколько процентов, и там пару процентов, это ученые великие. Вот такие соотношения. Творческие к ученым? Творческие нет, относятся к простым людям. К невежеству? Нет, ну там, они невежественны по разуму, но по духу служения они выше всех. Да, это и 90%. Рабочих нужно уважать, да, они выше всех по духу служения, они слуги, это их преимущество. А у остальных с этим проблемы. Почему? Потому что они жертвы, вот этих вот 10%. Жертвы, если их эксплуатируют. Да. А если заботятся, они разу не эксплуатируются. А вот это и проблема, вот совершенно верно. Вот тогда мы говорим, почему столько невежества. Нет, невежества никакого нет. Если мы их не эксплуатируем, они полезны. Как? Есть голова, она одна знает, да, ноги все держит. Но мы же ноги свои не эксплуатируем, мы же заботимся о них, так же, как о голове. Дурная голова, ногам покоя-то не дает. Дурная голова, да, вот видите, поэтому голова должна быть нормальной, то есть знание должно быть у людей. Но тело одно, мы заботимся равно обо всех, это равенство духовное. Тогда мы не будем говорить, кто невежества, кто нет, все будут прогрессировать, когда люди будут счастливы, взаимодействовать друг с другом, заботиться. Что этот класс дает опору обществу и передвижение, он же все осуществляет руками, он работает, понимаете, а мы его эксплуатируем. И тогда что? Он будет делать только все за деньги, верно же? Да. А за деньги вы не сделаете ничего хорошего, по-настоящему. Потому что настоящие вещи делаются от таланта бескорыстно, как порыв души. Ну, это вы до Винчи скажите. Вот Антон, я там говорила. Если вы его не снабжали, извините, Хоть бы одну постановку бесплатно поставил, все гонораж требует. Брось, а кто будет хернить российских людей? Нет, ну, на самом деле, так-то оно и есть. Достоевский писал лучшие романы, только когда у него нужда была и нужны были деньги. Но они впадали в транс. Александр Геннадьевич, спасибо вам, я знаю, как теперь от вас стихи получить. Вас не кормить надо. Закрыть день, и будете, наконец, ваши гениальные стихи родить. Скажите, талант это что? А, от Бога. Талант означает, что когда-то человек послужил Богу. Или обществу. Когда-то, в смысле, в прошлой жизни. В прошлом, да, когда-то. Или в этой жизни. Согласитесь, вот, да, дед, там, прадед, дед, отец не обладали талантами. Вдруг рождается сын. И вдруг. Он какой-то, там, бухгалтера, шоферы, и все такое. А он раз, и... Он одаренный, может быть. Почему? Потому что в прошлой жизни он контактировал с Богом, прямо оликозьму. Да, даме будхиогам там, говорится, что от Бога получаем разум. Разум нигде не можем получить. Себе мы не можем взять разума нигде. Себе даже на локоть росту, говорит, не прибавить, Христос, говорит. Ни красивее себя не можем сделать, ни выше, не здоровее. А разум, если получаем, то только от Бога, говорится. Разум – это божественная энергия. И когда мы служим, бескорыстно что-то делаем, от души или с благодарностью, вот тогда приходит вот этот разум и талант, и способность. Извините, талантливых людей, в принципе, немало, по большому счету. Но не все востребованы. Это что? Потому что, это как способность, Ну вот откуда она? От Бога ли она? Потому что, если есть талант и зависть, уже не сработает. Моцарт и Солерий. А от Бога, когда получаем талант, это отсутствие зависти. Когда зависть отсутствует полностью, у человека правильны все способности. Зависть есть, как в разных гонах, белые и черные называют. Вот про белую зависть говорят, что она позитивна. То есть мы не создаем проблем для человека, которому завидуем, а просто берем с него пример и хотим сделать не хуже, а еще и лучше. Как соревнования, да, здоровые. И это нормально? Это хорошо? Это здоровая зависть такая. А черная зависть, мы яд вырабатываем в крови от этого черная такая, плохо себя чувствуем и ненавидим этого человека. То талант, что лучше меня. Бедный ненавидит богатых, допустим. Да. Но бывали случаи, когда талант, 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 молодец, 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 появляется другой и в нем возникает зависть. Я даже не скажу, что до этого у него было все не от Бога. До этого было от Бога, а потом настал какой-то период. Степень определенно существует. Именно так. Например, человек талантливее всех, это от Бога. Но только вид более талантлива, уже дьявол пробуждается в него. Ага, подключается. Да, потому что он не достиг высшего совершенства все еще. Александр Геннадий, сейчас очень модно, распространимо, ну, конечно, из-за денег в большинстве случаев, либо открывать себе третий глаз, раскрывать и сновидение буквально там за три дня, или еще лучше вспоминать прошлые жизни. Вот ваши рекомендации, следует ли это делать? Я могу как бы лишь предупредить о некоторой опасности в этом направлении. Это может все перейти в разряд черной магии, все это искусство. Но тут есть свои опасности. Как вот нож в руках хозяйки полезен, в руках преступника опасен. Также вот эти науки в руках людей, которые не богобоязнены, а опасное искусство будет. Не научатся читать мысли, научатся внедряться в тонкую суть человека, не могут много вреда принести, чтобы подчинять себе людей. Это опасность. Но если это от Бога и для блага человека все эти знания, это хорошо. Это хорошо. И открывать ничего не надо. Да. У меня только благодарность. Спасибо. Спасибо, что вы вообще пришли, что вы так здорово, доступно все объясняете. Да, это так. Я думаю, поэтому люди и тянутся. Ну, для вас наверняка это не секрет, да, что в этом такая вот ваша своеобразная фишка. Люди тянутся к знанию. К доступному, простому. Потому что само слово знание, оно же довольно напрягает людей. Открыть ту же книжку. Не каждый откроет. Потому что, ой, книга. Ой, сидеть, читать и так далее. А когда да нет, это просто. Все просто. И это подкупает. Спасибо, что вы вот именно таким способом доносите глубокие, такие серьезные знания для людей. А я хочу вам выразить огромную благодарность, Александр Геннадьевич, за вас. За вашу уникальную, очень глубокую личность, душу. За то, что вы посвятили себя именно вот такой духовной миссии. Я когда впервые послушала вашу лекцию, я обалдела. Подумала, ну, насколько редко встречаются такие люди действительно очень высокого духовного полета, огромной наполненности духовной. Вы настолько меня вдохновили и просто вот воодушевили на все. И сейчас мой супруг вас слушает. Ну, он особенно слушает Олега Геннадьевича. Как бы там это ему ближе. Вот. А я очень уважаю Олега Геннадьевича и вас особенно. Вот. И когда Олег Геннадьевич сказал, что вы его учитель, я почему-то была в этом уверена и совсем не удивилась, потому что масштаб у вас, конечно, потрясающий. Я благодарю даже Всевышнего за то, что он вас создал. Вам здоровья, наполненности духовной, чтобы все, что вам дает Всевышний, все сразу получалось. И вы обретали, ваша душа раскрывала крылья все больше, больше и больше и вела нас за собой. Спасибо вам. Меня вдохновили продолжать свое дело. И вам огромная благодарность за вашу миссию, что вы заботитесь о просвещении духовных людей. Это нет слов. То, что вы делаете, я это очень ценю, больше всего ценю в мире таких людей, которые заботятся о духовном развитии общества. В этом мире, конечно же, очень много тревог, суеты, неприятных для нас моментов. Тех моментов, которые мы сами оцениваем неприятными. Но, чтобы депрессия не накрыла нас с головой, чтобы жизнь не потеряла свой действительно прекрасный, одухотворенный вкус и смысл, нужно этот смысл найти и сохранять в своей душе навсегда. Оставайтесь с теми людьми, которые делают вас одухотворенными. Слушайте и ведите свое сердце за теми людьми, которые посвятили себя служению Богу. Доверяйте Богу. Не только верьте в Него, но главное верьте Ему. И тогда каждый ваш шаг будет наполнен радостью и счастьем. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.